Она представляла, эта коллекция представляет уникальный интерес в контексте того, что Европа объединилась. И вот в тот момент, когда я выдвинулся в мэры, я как один из вариантов предложил участие, выборов, эту коллекцию оставить городу. Но город в лице его руководителей до конца не осознал, что я им предложил. Она сегодня оказалась, эта коллекция, бесценной. И со мной ведут переговоры из Европейского Союза о приобретении этой коллекции. Это так, к слову. Я думаю, что это не нужна история. Так они заслушались, потому что такое вы прокручите. И они тихо поедут. Я, если бы этим мудакам рассказал, я бы на их месте Ходаса тут же избрал, забрал коллекцию, а потом переизбрал. Ну, редкие мудаки, запиши. Редкие мудаки. Вот эти все Пилипчуки и эти, как их там все эти, Кушнарёвы, блядь. Редкие. Взять, упустить многомиллионную коллекцию, ну, лишь бы успевать себе награбить. А так бы, это была бы уникальная коллекция в городе. Это так, к слову. Вы же хотели эпизод. Я вспомнил. Это так. Но на самом деле это для Серёжи интересно. Когда-нибудь он прокрутит в комендантском часе со всеми словами в адрес Пилипчука и Кушнарёва. Ходас сказал, вы же пишете. Какую ещё можно историю? Мне неприлично. Что я буду рассказывать о презервативах? Ну, куда же это годится? Скажет, ну, Ходас в своём это репертуаре. Тут же выпустили дядю на экран, он всех обул. В Харькове, в Гиганте, это известный на Пушкинской городок студенческий, открылся дворец студентов. В этом дворце это был эпицентр тогда литературной, поэтической жизни, студии там были. И как раз в те годы, в начале 60-х, ещё до эмиграции приезжал Василий Аксёнов со своей второй вещью, это повестью «Апельсины из Марокко». Очень актуально сегодня это звучит название. И вот руководителем этой студии во дворце студентов был Револьд Банчуков, который на самом деле оказался автором всем известного сегодня слогана, а в те годы это на вооружение фраза была взята как политический лозунг. «Никто не забыть, ничто не забыто». Эта фраза родилась в Харькове, родилась она в ироническом, в иронических нескольких строках, которые звучали приблизительно так. «Никто не забыть, ничто не забыто, и тени толпы у края корыто». Конечно, последняя строчка ушла и остались. «Никто не забыть, ничто не забыто». Потом это у нас было связано с воспоминаниями о войне.